В 88-м году юношу, родившегося в Литве, гражданина тогда еще Советского Союза, отправили на службу в армию в Вологодскую область, в город Череповец. Роландос Жилевичус, отслужив, так и остался на Вологодщине. Здесь встретил будущую жену, у них родились дети. Правда, после распада Союза он стал числиться уже иностранцем на территории некогда одной большой страны и был вынужден регулярно оформлять документы в миграционной службе, подтверждающие его право здесь находиться. Я пришел пораньше, перед Новым годом еще, их поздравил, мне сказали 9-го утром прийти, 9-го утром меня увезли. Увезли и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, а сразу на следующий день в Череповце прошел суд, который постановил, Роландос должен быть выдворен за пределы России. Оставить здесь дочь, которая живет в Екатеринбурге, и сына первокурсника Череповецкого университета. Сможете как-то в дальнейшем существовать? Не знаете даже, что дальше делать? Как я уже сказал, я не знаю, как я буду дальше существовать. Вероятно, это просто разрушит мою жизнь, потому что я не смогу устроиться на работу без образования и платить за квартиру. И въезжать в Россию после такого наказания нельзя на протяжении пяти лет. Да только Литва ему за эти годы стала совсем чужим государством. Там давно не осталось ни имущества, ни родственников. И вот он, понимаете, как отец пытался сделать, чтобы у них жизнь была наладилась, чтобы они жили. Он их одевал, он их кормил, он их обувал, он в принципе создал все условия, он квартиру купил. Он в Латвии, то, что у него было за границей, как мы сейчас говорим, он все продал, у него там ничего не осталось. Последняя родственница из Литвы, бабушка, умерла в конце прошлого года. Именно это и стало причиной, почему Роландос не пришел в миграционную службу вовремя и нарушил закон. Когда он был на похоронах, истек срок подачи документов. На решение суда была подана апелляционная жалоба и рассмотрена в областном суде накануне. Итог для Роландоса стал положительным, суд встал на его сторону. С учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, указывающих на нарушение права Желевичуса на уважение семейной жизни, назначение ему административного выдворения за пределы Российской Федерации, противоречит требованию статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поэтому наказание осталось только в виде штрафа, и Роландос сможет и дальше жить уже в родном городе со своей семьей. В суде говорят, такие дела рассматриваются довольно часто, и этот случай скорее исключение. Выдворение, если иностранец нарушил закон, практически не удается избежать. И напоминают, даже в самых непредвиденных ситуациях, когда нет возможности подать документы в миграционную службу лично, это можно сделать через электронные сервисы на территории всей страны. Татьяна Колосова, Николай Замараев. Время новостей.